Приветствую вас. Очень часто бывает так, что люди, когда расстаются, хотят сохранить, скажем так, некоторую связь с теми, с кем у них были серьезные отношения. И лайк, как я понял, в контакте я обозначаю, что мужчина испытывает к вам симпатию, и что у него она есть к вам, а когда он убрал лайк, условно говоря, он собрал его, это означает, что мужчина, по сути дела, ребачу свою как бы отменил, условно говоря, но при этом продолжает отслеживать вас. То есть, отслеживать то, что с вами происходит, грубо говоря. Отслеживать то, грубо говоря, что вы делаете. Для чего ему, мужчине, то есть, это нужно? Причин может быть много. Может быть, мужчина хочет наладить с вами отношения в будущем. Может быть, мужчина просто отслеживает вас, чтобы, не дай бог, вы не начали с кем-то встречаться, чтобы, не дай бог, вы променяли его на кого-то другого, там, и так далее. То есть, причин, на самом деле, может быть очень много. Важно другое. Важно то, что он просто предпочитает за вами, ну, скажем так, следить, условно говоря. Мы здесь не будем, как бы, заниматься предположениями, да, потому что мотивы человека могут быть самыми разнообразными, но и их понять, их предсказать, ну, от изрядной долей погрешности. Ну, мы можем сказать определенно, что мужчина не хочет до конца рвать с вами отношения. Почему он этого не хочет делать? Вопрос другого плана. Я думаю, что либо у него остались к вам чувства, либо он преследствует какие-то свои цели. Вам нужно понять, что если вы с ним, грубо говоря, не общаетесь, если вы с ним, грубо говоря, никак не взаимодействуете, то в этой ситуации вам нужно понять, что, скорее всего, это простая, ну, знаете, простая своего рода формальность. То есть мужчина просто хочет, чтобы, ну, вот, вы были у него, там, я не знаю, под рукой, чтобы вы были у него фатбоком, чтобы он мог как-то с вами взаимодействовать, чтобы он мог видеть вас, когда ему нужно, чтобы он мог отслеживать то, что вы делаете. То есть на самом деле, в проблеме, на самом деле причин может быть очень много, и всех их, знаете, перечислять можно долго. Важно, что его это волнует, важно, что он действительно в этом заинтересован, и важно, что он хочет иметь в вас в поле своего зрения. А теперь вопрос, который у меня есть к вам. Вот вы пишите такую вещь, значит, вы спрашиваете, почему он не удалил вас из друзей. Скажите, а вы сами вот к нему какие-то чувства испытываете? У вас надежда на то, что, может быть, что-то получится еще есть, или нет? На самом деле, от этого зависит очень много, потому что, если есть надежда, то можно говорить о том, что вы все какое-то время можете написать ему и поговорить, и задать ему прямо этот вопрос, если он вас волнует. А если же чувств нет, то тогда имеет смысл, может быть, самостоятельно его удалить. Вообще, многое зависит от того, конечно, как вы хотите перед ним выглядеть. То есть, если у вас есть желание выглядеть перед ним максимально выгодно, то в таком случае я бы на вашем месте вообще бы не обращал внимания на него, не обращал внимания на то, что он делает, на то, что вы у него в друзьях. Я бы на это все не обращал бы совершенно никакого внимания, потому что молодой человек, возможно, специально это сделал, чтобы напоминать вам о себе, и чтобы вы, соответственно, возможно, мучились, возможно, как-то постоянно сталкивались с ним, и тем самым, возможно, многое хотели бы с ним быть. То есть, вариант того, что вам делать вот с тем, что он до сих пор у вас в друзьях, выбирать нужно только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok